во первых всем добрый вечер меня зовут тарасов алексей владимирович и сегодня мы поговорим с вами о очень интересный на мой взгляд теме очень расплывчатой с одной стороны а с другой стороны которая позволит нам сориентироваться и понять вообще как что происходит при создании сайтов дело в том что во время проведения занятий мы столкнулись с частыми вопросами с частыми проблемами и проблемы это всегда звучит приблизительно одинаково я изучил и дальше идет название курса там html php или джаваскрипт или дизайн или seo сейчас я создам супер пупер сайт когда начинаешь у человека спрашивать а что он сделал по смежным областям по смежным делам иногда видишь удивленный взгляд и иногда слышишь вопрос а это действительно нужно и начинаем начинается нудное объяснение казалось бы рутинных вещей так вот мы сегодня а вот этих рутинных вещах и поговорим чтобы было понятно с чего начинается сайт они так как бывают случаи я решил сделать сайт какую работу вы провели перед созданием сайта я уже написал хит и боди замечательная работа и так понемногу поехали ну во первых во первых с чего начинается работа над сайтом всегда работа над нормальным сайтом начинается над созданием технического задания и определения требований где-то это делается формально где-то это делается менеджерами буквально там на лету но это должно быть выполнено обязательно спрашиваешь у человека какой сайт вам нужен я имею ввиду разработчика у слушателя слышишь ответ ну мне нужен вот и идет описание устная в двух-трех предложениях это никуда не годится должно быть техническое задание 2 3 5 10 страниц на а4 описанных текстов что должно быть на странице как должен выглядеть сайт какие-то небольшие наброски на сайта и так далее и так далее то есть после выполнения технического задания после описания технического задания у нас обязательно должно появиться некоторая структура требований по которой будут работать все дизайнер программист верстальщик и другие соответственно возникает вопрос кто этим занимается кто занимается выявлением требований к сайту их оценкой их документированию обычно этим занимается менеджер проекта если вы собираетесь стать человеком мастером на все руки вам придется выполнять вот эту роль менеджера проекта в худшем случае вы будете интуитивно записывать эти требования к сайту придумывать их возможно уточнять у заказчика эти требования обязательно их надо зафиксировать чтобы заказчик вас подписал эти требования чтобы в этом делать если же вы делаете сайт для себя или для знакомого обязательно напишите перечень если же вы хотите подойти к этому вопросу профессионально то вам обязательно надо познакомиться соответствующей литературой посвященной определению требований легко ищется на любом сайте amazon.ru books.ru заходите вбиваете описание требований программному обеспечению вас потрясающие книги литературы достаточно валом появляются читаете узнаете ну и наш вебинар бесплатный но всегда рекламируют какие-то курсы соответственно и по курсам у нас тоже есть много чего интересного есть такой курс он называется определение требований определение требований внимание я сразу хочу предупредить тех кто у нас сегодня на занятии когда вы сейчас услышите много новых вещей там много разных полезных советов это не означает что вы должны бежать сразу на все курсы практика подсказывает что даже если вы пройдете все курсы эффекта может быть быть не очень много но кругозор у вас должен быть поэтому кто-то может себя попробовать в дальнейшем в роли менеджера проекта который будет заниматься именно сбором требований именно работой уже с другими дизайнерами разработчиками программистами и верстачи но пожалуйста целый отдельный курс программа и так далее и так далее и так далее отдельно целом направлении вот поэтому еще раз самый первый шаг это определение требований к нашему будущему сайту я думаю что уже можем начинать задавать вопросы слушатели которые находятся у нас удаленно в режиме вебинара они задают их в чате а слушатели которые находятся в аудитории аккуратненько сигнализируют о том что есть вопрос озвучивают я его дублирую постараюсь ответить на этот вопрос так но пока что мы еще как за копирайтить свой сайт спрашивают у нас кто-то и слушатели по моему любовь да ну давайте сразу поясним за копирайтить свой сайт что в это входит когда мы с вами сделаем сайт делаем верстку там создаем какие-то медиаматериалы рисуем картинки и так далее и так далее естественно это потом появляется у нас в вебе и она становится общедоступна и естественно у вас рано или поздно возникнет вопрос как сделать так чтобы мои картинки никто не украл могу сразу вас огорчить никак ничего сделать невозможно если кто-то поставил цель украсть ваши картинки он это сделает что остается с нашей стороны во первых отслеживать эти ситуации отслеживать эти случаи и сразу начинать жаловаться во первых владельцу сайта на котором обнаружилась ваша картинка во вторых владельцу хостинга сайта на котором обнаружилась картинка а есть еще более жесткие способы когда вы берете свой сайт берите страницы своего сайта Распечатываете их Документируете Приходите к нотариусу И каждую страничку нотариально подтверждаете Что это ваш контент Что у вас есть исходные материалы Что авторские права принадлежат вам И так далее К сожалению более подробно я на этот вопрос ответить не могу Потому что Я все таки больше занимаюсь Именно разработкой А не вопросами Юридической защиты Копирайта и SEO оптимизации Какие указания на копирайту Точнее любовь нужны для обоснованного обращения К сожалению Увы Я должен сразу признаться Что защита авторских прав SEO продвижения Это не самый мой большой конец Более того Защите авторского права Я вообще вам ничего не могу подсказать Хотя один раз был опыт Сражения с конкурентами Которые просто украли все тексты Все дизайны Все картинки Все стили И нам приходилось очень долго там ругаться Ну в общем К сожалению По этому поводу я вам не подскажу Так Идем дальше Следующий этап Который предстоит после выполнения После определения требований Вы пройти Это разработка концепции сайта Значит Концепция сайта Это Такой общий документ Который Обычно Содержит дополнительную информацию О Создаваемом проекте Там может быть информация О Специфике работы Компании Для которой вы делаете сайт Там может быть информация О том Какие Посетители Какие покупатели Планируются На вашем сайте Какая будет целевая аудитория В этом отношении Очень полезная Классная книга Которую я всем всегда советую Правда Одно но есть Эта книга уже давно-давно не продается Она достаточно старенькая Вот Но тем не менее Она очень Очень популярная В свое время была И сейчас иногда Если даже почитать ее где-то найти Концепция Концепция Разработки Веб-сайтов Я кстати Часть вебинара Когда строил презентацию Как раз ориентировал Именно вот на эту книгу Концепция разработки Концепция Да что ж такое Не хочет у меня зон находить эту книгу О Нашлась Вот такая вот книжечка Пожалуйста Концепция 2006 год Иенс Петер Якобсен Очень подробно описывает Что должно Войти в эту концепцию Кто и как Должен разговаривать С заказчиком Кто и как должен уточнять И что именно должно Войти в концепцию Вот В дальнейшем Материалы Которые будут созданы На этом этапе Пригодятся Кому? Всем членам команды Дизайнеру Чтобы понять Какой дизайн И какова структура Должна быть Расположение элементов На странице Верстальщику Чтобы опять же Как-то прочувствовать Чем мы занимаемся Как мы работаем Программисту Чтобы Запрограммировать Уже указанные вещи Дальше там Тестировщику дизайна Для того Чтобы расположить элементы Так Как будет удобно Будет удобно Будущим посетителям Сайта И так далее Естественно Надо сразу Признаться Что для маленьких сайтов Для маленьких контор Иногда Вот этот Этап Разработки Его просто опускают У нас Сайт Визитка Надо сделать Вопрос Сколько будет Разрабатывать Концепция Во сколько Это выльется Если сайт Визитка Стоит Ну там В объявлении Бывает 5-10-20-30 тысяч Иногда Это дело Опускают Соответственно Потом На следующем Этапе Разработка Концепции Может Отсутствие Разработки Концепции Может привести К не совсем Хорошим Результатам Я сказал Что Буду Также Рассказывать Кто занимается Чем Вот кто занимается Разработкой Концепции Сайта Опять же Здесь обычно Этим занимается Менеджер Проекта Следующий Момент Создание Макетов Страниц Это очень Интересный Этап Который При создании Сложных Сайтов Обязательно Должен Использоваться Я немножко Замедляюсь Потому что Темы Начинаются Более Важными Более Знакомыми К верстке И программированию Значит В чем Идея Прежде чем Дизайнер Начнет Рисовать Дизайн Верстальщик Начнет Верстать Ваш Код Верстать Этот дизайн Уже В HTML Программист Начнет Что-то Писать Надо Обязательно Разработать Прототипы Страниц При этом Можно Использовать Начиная От ручки И листочка С карандашом До Специальных Сервисов Которые Занимаются Созданием Специальных Прототипов Но Опять же К сожалению Я Не подробно Этим Занимаюсь Например Я на занятии На курсе HTML2 Очень часто Использую Такое Средство Мне Очень Нравится Может И вам Понравится Оно Бесплатное Для Некомического Использования Называется Нельзя Поступает Мне Заказ Встречаюсь Я С Менеджером Который Начинает Мне Описывать Техническое Задание Описал Задание Сказал Что Надо Сделать Поскольку У меня Нет Отдельного Тестировщика Или Того Кто Будет Рисовать Прототипы Страниц Я Забираюсь На Этот Сайт Залогиню И Что Ж Делаю Рисую Прототипы Страниц В каркасном Виде Вот В таком Вот В таком Виде Здесь Есть Разные Варианты Оформления Как Будет Отображаться Страничка На Экране Смартфона Как Будет Отображаться Страничка На Планшете Как Будет Отображаться Страничка Например В браузере У Нашего Посетителя Соответственно Итогом Работы У меня Становится Набор Диаграмм Набор Графиков С Базовыми Оформлениями Содержимого К сожалению Некоторые Не придают Особого Внимания Созданию Прототипом А зря Почему Создание Прототипов Уже Может Сразу Ответить На Какой Вопрос Сколько Всего Страниц Придется Разрабатывать На Сайте Это Даст Ответ На Какой Вопрос Сколько Дизайнеру Работы Работать Правильно Например Если У нас Хороший Дизайнер Он Может Нарисовать Базовую Страничку За пару Тройку Часов Может 4-5 Часов Каждую Последующую Нарисуют Быстрее Приблизительно Мы Можем Сориентироваться Что Два Дня Работы Дизайнера Уйдет На Вот Такое Количество Страниц По Верстальщику Тоже Сориентироваться Сколько Надо Верстать И Какие Базовые Фрагменты HTML Нужно Будет Использовать Но На Самом Деле Самый Важный На Мой Взгляд Эффект От Макета Страниц Дает Закрепление Требований Требования На Первом этапе Оформули Концепцию Создали Пришли К заказчику Говорим А Вот У нас Есть Макет Страниц А Давайте Мы Сделаем Подпись Что Все Понравилось Если Заказчик Подпись Ставит То Проект Что Требования Заворожены И мы Уже Их Выполняем Стоимость Заказа Зафиксирована Как Только Заказчик Говорит Да Нет Вот Тут Надо Что-то Поменять В случае Буквально Недельной Давности У меня Сейчас Проект Делаю И Бац Отклонение От ТЗ Надо Изменить Там Пару Пунктов Все Это Отход От первоначальных Требований Отход От первоначальных Требований За дополнительные Расходы А кто У нас Должен Нести Дополнительные Расходы Ну Чаще Всего При Обычных Случах Конечно Заказчик Сразу Надо Это Обозначить И Это Сказать Более Того Вот Например Именно В этом Продукте Позволяется Потом На основе Вот Этих Прототипов Реальный HTML Сразу Увидеть То есть Перейти К следующему Этапу Гораздо Более Просто И Показать Заказчику Как Это Все Будет Работать Елена Уточняет Это Бесплатно Для Неограниченного Числа Проектов Елена Я Честно Говоря Не Помню Для Какого Числа Проектов Бесплатно Я Помню Что У меня Там 2-3 Проекта И Вот Я Под Бесплатный Режим Провожу Если План Посмотреть То 3 3 Проекта Максимум Можно Поддерживать Бесплатно Одновременно Для Некоммерческого Использования С другой стороны Если Даже Мы Там Потратим 15 Долларов В месяц Это Не Такая Большая Сумма Если Мы Будем Заниматься Именно Разработкой Макетов В Какой Нибудь Конторе Каждый День По 2-3 Набора Макетов Для Разных Сайтов Согласитесь Это Наработали Макеты Все Хорошо Зафиксировали Сделали Следующий Этап Который Мы Переходим Это Создание Дизайна Сайта Как только Макеты Зафиксированы Мы Идем К нашему Другу Веб Дизайнеру Чаще Всего В небольших И маленьких Конторах И говорим Вот Есть Макет Вот Есть Концепция Дизайна Там Прописаны Какие Цвета И Цветовые Схемы Поддерживает Или Собирается Увидеть На своем Сайте Заказчик Там Прописано Какой Вид Сайта Будет Как Будет Базовый Элемент Располагаться Вот Макет Рисуй И Дизайнер Начинает Рисовать Макеты Если Компания Немножечко Посерьезнее То В роль Вступают Еще Дополнительные Разработчики Чаще Всего Это Такие Специальности Иногда Достаточно Специфические Проектировщик Сайта Специалист По юзабилити Даже Такие Иногда Есть Вещи А еще Тут Я не Написал Есть Еще Название Специалист По Удобству Именно Построения Юзерского Интерфейса И Юзерских Действий По действию Наших Пользователей Вот Опять же Немножко Немой Огород Но У нас Есть У нас Есть Тут Какой-то Классный Курс Который Отлично Описывает Вот как раз Именно Этот этап То есть Представляете Начинающий Разработчик Услышавший Только что Где-то Об HTML Пришел На HTML Радуется Что он узнал Первые теги И тут Оказывается Есть Отдельное Направление Просто Как расположить Красиво и удобно Элементы Чтобы все было удобно Останется Для использования Даже HTML Теоретически Мы же не знаем Пожалуйста Целый курс Только на то Чтобы удобно И корректно И правильно Располагать Элементы На первом курсе HTML Я и на втором Тоже Я иногда Рассказываю Историю Которая случилась Со мной Где-то Лет 6-7 назад Я пользовался Одним интернет Клиентбанком Все время И вот Однажды Зайдя Очередной раз Внутрь Этого интернет Клиентбанка Я увидел Что интерфейс Изменился Ну как И наверное Многих Пользователей Разных Сервисов Меня это напрягло Я Огорчился Озадачился Но когда я Начал пользоваться Я вдруг Обнаружил Что почему-то Мне удобно Работать с этим Интернет Клиентбанком Работать было Удобно Настолько Что мне пришлось Мне захотелось Узнать Кто разрабатывал Этот сайт Я прям полез Пошел искать Контору Там выяснять Мне стало Интересно Почему Как я узнал Эта контора Задействовала Работа Вот именно Таких людей Которые Занимаются Юзабилити Которые Занимаются Проектированием Именно интерфейса В целом Отдельно Направлением Понятна Понятная Деда Поэтому Вот я Сразу Хочу Сориентировать Те Кто будет Заниматься Дизайном Версткой И так далее Чем Отличается Просто Дизайнер От Веб Дизайнера Веб Дизайнер Понимает Принципы Построения Страницы Знает Что Потом Из Нарисованного Может Получиться Верстки И В принципе Этого Достаточно Обращаюсь Я к дизайнеру И говорю Нарисуй пожалуйста Мне Макет Обычный Дизайнер Дизайнер Упаковки Дизайнер Интерфейса И так далее Может нарисовать Дизайн Но Какой он Дизайн Нарисует У меня был случай Когда На мой просьб Нарисовать Дизайн Моя знакомая Нарисовала Один Дизайн Потом второй Третий Седьмой Дизайн Она была Не веб Дизайнером И этим Все было Сказано Седьмого Или с восьмого Раза Я получил То что То чего Хотел Значит В чем Нюанс Веб Дизайнер Понимает Структуру Страницы Но если Вы стали Веб Дизайнером А не имеете Представления О том Как удобно Располагать Элементы А только Ориентируетесь На какое-то Своё Наитие На свою Интуицию То может Так Получиться Что у вас Сайт Будет Идеально Красивым Но в то же Время Пользоваться Будет Очень Забудьте Обратиться Кому К Проектировщику К специалисту По юзабилити Уточнить Как происходит Эта работа И возможно Подкорректировать Какие-то свои вещи Еще один Очень классный Совет Обратиться С макетами Страниц Уже разработанными В программах Соответственно Для дизайнеров К Будущим Потенциальным Клиентам Ну во первых Наверное Соседям по работе Во вторых Возможно Какой-то Аудитории Которая могла бы Оценить Эту макету Сказать Да, мне понравилось Нет, мне не понравилось Как-то так Пожалуйста Можно продолжать Задавать вопросы Если они у вас Вдруг появились Я жду их в чате Следующий Очень Классный Этап Кстати Он мне неправильно Обозначен Это Верстка Страницы Это уже Непосредственно Тот огород С которым я Непосредственно Чаще всего Общаюсь Верстка Страницы Берется Макет Чаще всего Дизайнер Веб-дизайнер Рисует Макет В программе Типа Программы Adobe Photoshop Иногда Это другие Программы Платные Или бесплатные И Происходит Происходит Нарезка Графики И дальнейшая Верстка Здесь очень важно Сразу тоже Разграничить Роли Кто занимается Версткой Страницы По хорошему После того Как дизайн Нарисован Всю графику Должен нарезать Кто Ну тоже Веб-дизайнер Это его Вообще-то Но иногда Получается Что веб-дизайнеры Бывают разные Опытные Неопытные Через чушь Самоуверенные И так далее То есть дизайнер Может поставить вас Перед фактом Что вот он Есть дизайн Но он не нарезан И тогда Резать Придется Вам Нарезка Происходит Достаточно Ну не таким уж Сложным способом Конечно Надо понимать Ее структуру В паре слов Это происходит Так В Том же Adobe Photoshop Есть специальный инструмент Под названием Ножик Соответственно Вы Нарезаете Ваш макет При помощи Ну отлично Не повезло мне Ответить на вопрос Чей-то по поводу Просмотра в Photoshop К сожалению Значит Придется использовать Более мощный продукт Да Шучу конечно Допустим У вас нарисован Какой-то дизайн Разные Фрагменты страниц Это все сделано При помощи блоков Текстов И так далее Вы выбираете В левой панели Photoshop Инструмент Который называется Ножик Слайсер И начинаете Нарезать Те части Страницы Которые Для вас Важны Конечно Часто Получается Так Что Ваша Страничка Имеет Сложный Вид Сложный Дизайн Сложную Структуру В этом Случае Обычно В правой Части Photoshop Находится Перечень Элементов Оформления Со слоями Вы отключаете Нужные слои Подключаете Нужные слои И производите Нарезку Всех кусочков Вот он Кусочек Раз Еще какой-нибудь Кусочек Два Кусочек Три Кусочек Четыре Кусочек Пять А после Того Как все Кусочки Нарезаны Уже Вы Сохраняете Этот файл Как Внимание HTML Файл С картинками Оказывается В Photoshop Есть такая Опция HTML Файл С картинками Кстати говоря Именно это Мы смотрим И на курсе HTML2 Расширены Естественно На первом уровне HTML мы Этим не занимаемся Потому что Те кто пришел На первый уровень HTML Они В восторге От того что Они первые теги Написали И Тяжело Показывать И рассказывать На самом деле Вот такие страшные вещи Которых я сейчас говорю Вот А на втором уровне Нарезаем Сохраняем И у нас по факту Получается HTML страничка Но Поскольку Photoshop Это не та программа В которой надо заниматься Версткой Надо знать Что эта HTML страничка Целиком И полностью Состоит из таблицы А табличная Верстка Мы знаем Или не знаем Это очень И очень Плохо Поэтому Мы используем Эту страничку С таблицей Только для того Чтобы посмотреть А все ли картинки Мы нарезали Удобно ли они Располагаются И В дальнейшем Контролировать Какие же картинки Нам нужны Сохраняем картинки В отдельную папочку И вот они Наши картиночки Уже готовы Для обычной Нормальной Верстки У нас Вопросы возникают Максим Зависит вопрос Если макет Нарезан Там будет много Отдельных слоев Например Хедер Футер Лого И так далее С помощью Чунной Делается нарезка Именно верстальщиком Именно верстальщиком С помощью Линейки С учетом всех Размеров Например В пикселях Максим Абсолютно верно У фотошопа Есть классный инструмент Дизайнеры Не дадут обмануть Под названием Линейка Рулер Линейка У этой линейки Всегда есть Какая-то единица Измерения Логично Что мы можем Выбрать эту единицу Измерения В виде пикселей Выбираем пиксели Весь дизайн У нас И все элементы Рассчитываются В пикселях Выбираем Нужные нам Фрагменты Графики Нарезали Сохранили И бывает Иногда ситуация Когда у нас Графические Элементы Пересекаются Ну например Может пересекаться Какой-нибудь Баннер с рекламой И какая-нибудь Кнопка В этом случае Их надо нарезать Отдельно Сначала Отключить Отображение Кнопки Нарезать Баннер Сохранить Потом Отключить Изображение Баннера Нарезать Кнопку Сохранить Таким образом У вас получится Несколько Изображений И вам будет Удобно И гибко С ними В дальнейшем Работать Вот в чем Заключается Идея Соответственно Если вы представляете Как это работает Если вы изучили Курсы Эквивалентные Курсу HTML2 Расширены То У вас С этим проблем Возникнуть Не должно Кстати говоря Ну опять же Какие книги Можно здесь Почитать Посмотреть Перед первым Курсом Или Перед вторым Курсом Или вместо него Есть например Очень классная книга Под названием Дэн Сидерхольф Пуленепробиваемый Дизайн Ну потрясающая Книга Просто супер Почему Пуленепробиваемый Там буквально В каждом Приложении Дэн пишет Что его Верстка Пуленепробиваемая А дизайн Тоже Пуленепробиваемый Но Несмотря на то Что книга Называется У нас Вебдизайн Не верьте Этому Она О Верстке Эта книга Посвящена Верстке Очень продвинутой Поэтому Можно взять Почитать Посмотреть Как происходит Нарезка Как происходит Мощная Точечная Верстка При помощи Именно Возможности Чтима 5 Андрей Задает вопрос Алексей А если будет Одна картинка Можно же Задавать Расположение Нужного фрагмента Координатами Вычтимой На этот вопрос Можно ответить Даже после Первого уровня HTML Местами Потому что На первом уровне HTML Мы изучаем Не только Сами теги Понятия тега Понятия структуры Страницы Мы еще изучаем Очень мощный Механизм Оформления Страницы Под названием CSS Который Позволяет Типографские Какие-то Свойства Менять Расположение Страницы Менять Позволяет Менять нам Цветовую Гамму Наших элементов И так далее И так далее И так далее Понятная идея Поэтому да Мы можем Изменять Расположение Элемента Если мы Опытные Пользователи Мы можем Даже Поворачивать Элементы На какой-то Угол Поворачивать Их в Пространстве А если Вы например Посмотрели Изучили Анимацию В HTML Или В CSS Можно Даже Анимировать Ваши Элементы Даже Без JavaScript Вот о чем Идет речь Итогом Работы Вот На этом Шаге Должен Стать Набор Сверстанных Страниц В идеале Выполненных С учетом Требований ДЗ В идеале Ошибок На которых Быть Не должно Напоминаю Кто может Не сталкивался С этим Для верстальщиков Есть Очень простой Способ определить Есть ошибки Или нет Программа Валидатор Валидатор W3 Вы забираетесь На страницу Забиваете туда Название сайта И вот Вам ответ Хороший Вы верстальщик Или нет Отчасти Если сайт Который Вы Валидируете Дает Вам Ноль ошибок Вы Сверстали Все отлично Если Ошибки Есть Тут Есть Два Варианта Либо Вы Не умеете Хорошо Верстать Либо Вы Настолько Хорошо Верстаете Что Вы Ну как например Позволяют Тебе делать Яндекс Или Гугл Внимание Не стоит Себя Излишне Иногда Переоценивать Потому что Не все Являются Яндекс Или Гугл Вот Они Себе Могут Позволить Ошибки Ну Как Я мог Вам Не показать Какой Нибудь Сайт Который Не Содержит Ошибок Естественно Я Приготовился Заранее У меня Есть Такой Небольшой Сайт Визитка Пожалуйста И Здесь На моем Сайте Визитке Тарасов Точка Про Есть Ошибки Давайте Посмотрим Что же Это За Ошибки Ошибка Раз Элемент Скрипт Должен Содержать Не Должен Содержать Какой То Атрибут И Элемент Линк Должен Миссион И Даже Не знаю Что Это Такое Надо Подробнее Почитать Возникает Вопрос Эти Ошибки Допущены Нечаянно Или Специально Уважаем Оптимизация Сайта Под Оптимизация Сайта Понимается Не только Его Поисковая Оптимизация Но и Оптимизация Загрузки Чтобы сайт Грузился Быстрее Например Вот этот Несуществующий В теге Скрипт Атрибут Async Предлагается Компании Google Для того Чтобы Ваша Страница Не тормозила При загрузке Скриптов То есть Я намеренно Вставил Этот параметр Чтобы Он у меня Чтобы Джаваскрипт У меня Не тормозил Загрузку Страницы Потому что Помимо Валидатора Есть еще И другие Программы Которые Позволяют Нам Проверять Качество Нашей Страницы Когда мы Ее уже Выложим Это Например Сервис Очень удобный Очень классный PageSpeed Google Вы Забираетесь На этот Сервис Вы Вбиваете Адрес Вашей Страницы Вы Засекаете За сколько Она Грузится Некоторые Разработчики Немножечко Невнимательны К этому Относятся Ну например Я прошел Курсы Чтимы Да зачем Мне это Нужна Штука Приходит К будущему Заказчику Делает Сайт Сайт Весит 5 мегабайт На мобильных Версиях Тоже 5 мегабайт Грузится На медленном Интернете Клиенты Быстро Быстро Убегают С этого Сайта Вот и все Сайт Есть Клиентов Нет Забираюсь Я На ту же Самую Страничку Говорю Анализировать И он Скорость 96 100 А удобство Для пользователей 100 100 Замечательно Я подготовился Я заточил Ту страницу Она там Одна единственная Бывает Это не так просто Сделать Вот например Давайте посмотрим Сайт специалиста Специалист Тучка ру Посмотрим Что тут Обратите внимание Уже немножечко Идет задержка Почему Сайт Огромный Скорость Не такая Высокая Удобство Для пользователей Отличное Почему Потому что Создана Отдельная Мобильная Версия Для посетителей Сайта Но со скоростью Проблема Блокирующая Джава скрипты И так далее Да и для компьютера С компьютерами Тоже Есть над чем Поработать Кому Программистам Кому Оптимизаторам Сайта Веб администраторам И так далее Так Задает вопрос У нас Андрей Правильно будет Резать картинку Или задавать Координаты На исходнике Или все равно Уважаемые Слышатели Когда вы Нарезаете Картинку Вы Должны Нарезать В нее Именно ту часть Которая Будет показываться То есть Если например У вас Изображение Занимает Вот эту Неровную Фигуру А вы ее Нарезаете Вот так Чтобы потом Просто Отступ был От верхнего Левого угла Это очень Плохая идея Правильно ее Нарезать По границам А потом При помощи ИССС Спозиционировать В то место Которое понадобится Вот за это Отвечает Уже Верстач Понятно Следующий этап Программирование Сайта Или внедрение В систему Управления Содержимым Потрясающе Буквально Два месяца Назад У меня был Забавный Случай Четвертое Пятое Шестое Занятие HTML Слушательница Задает Наводящий Вопрос И вдруг Я слышу Такую реплику А что мы Программирование Не будем На HTML Изучать Уважаемые Слушатели Это целое Отдельное Направление Статический Сайт Сайт На HTML Он Имеет Место Быть В случае Если Это Сайт Визитка Сайт Заставка Сайт Презентация Но Не более того Если же Вам нужна Какая-то Динамика Добавление Товара В корзину Размещение Комментария Форумы И так далее То Обязательно Понадобится Какой-нибудь Язык Программирования Серверный Скорее всего А может быть Еще и Клиентский Соответственно У нас Есть Несколько разных Языков Программирования Я чаще всего Говорю о PHP И JavaScript Поскольку Сам их Преподаю Поэтому Мне как бы Они поближе Значит Чем они Отличаются Очень важно Понимать Когда мы С вами Размещаем Странички Они где Располагаются Они располагаются Где-то На сервере Вот тут Вот у нас Есть Интернет Вот тут У нас Вот есть Клиенты Мы Ждем Когда клиент Через интернет Обращается К странице И эта страница Отдается ему И просматривается Человеком Но Что делать Если мы хотим Например Публиковать Вот тут Новости Или делать Еще какие-то Полезные вещи Мы пишем С вами Уже не просто HTML Станечку А PHP То есть Очень важно Во-первых Это Эту работу Выполняет PHP Программист Или другой Другой Север Программист Серверного языка Программирования Он берет Наши HTML Файлы Наши Верстку Уже готовую Понимаете Да Последовательность Шагов Менеджер Дизайнер Верстальщик Программист Должен взять Уже готовую Верстку Готовое Готовое Натягивает На свой PHP HTML То есть Оформление Становится Таким Привязывают Логику И работу С базой Данных Сюда Новости Записываются Сюда Новости Читаются И вот Этот PHP Вот эта Пишечка Скрипт Уже Возвращает Опять HTML Страничку Но она Эта HTML Страничка Подстраивается Под ту Логику Под те Задачи Которые Нужны Человек Говорит Я хочу Найти товары В магазине Например Какие Гаджеты PHP Говорит Вот Там Из Базы Товары Клиент Говорит Я хочу Чтобы товары Сортировались По цене PHP Говорит Вот Сортировка Товаров По цене То есть Я к чему Клоню Нельзя Сделать На чистейшем HTML Сортировку Товаров На странице Вас Это Не Получится И опять У нас Возникают Вопросы Ну Вот Я слышу Очень Интересный Вопрос За Каким Язиком Программирования Сайта Языки Чаще Используются Да И Максим Говорит Вот Она Вот Она Техника Кодинга Моей мечты Вот Она Говорит Максим Отлично Анастасия За Каким Языком Программирования Сайта Будущее К сожалению Я не возьмусь Отвечать На Это Вопрос Это Очень Такой Общий Вопрос Мега Экспертный Я могу Лишь Сказать Какие Еще Языки Существуют Таким Образом Как Подсказав Вам Куда Можно В Какие Еще Стороны Смотреть Значит Помимо PHP Который Я очень Люблю Всегда Продвигаю Есть Еще Мощный Язык JavaScript Очень Мощный Настолько Мощный Что Сейчас Очень Многие Кинулись Изучать Его Почему Потому Что Он Может Работать И в Браузере И Работать Вместо PHP На Сервере И Работать Даже На Смартфонах И Телефонах Планшетах Он Тоже Уже С Некоторого Времени Может При Помощи Специальных Дополнительных Технолог Поэтому PHP JavaScript Так Если Мне Память Не Изменяет Python Ruby Со Всякими Там Ruby On Rails И Другие Таких Языков Очень Много Раз Во-вторых Они Появляются Иногда Как Грибы Сегодня Появился Новый Закус Завтра Новый То Google Придумал Свой Dark Script То Там Еще Кто Придумал Еще Какой Нибудь Подвид Языка Поэтому Ответить К сожалению На этот вопрос Я Ответственно Не смогу Я варюсь Своей каши Под названием WebStack Из PHP JavaScript MySQL HTML Вот мой Огород Так что По нему Расскажу А дальше Подругу Дальше К сожалению У меня Ничего Рассказать К сожалению Так А Спрашивает Любовь А если База Наглядных Примеров Решения Динамических Стандартных Задач Через PHP И JavaScript Конечно Самый Крутой Наглядных Примеров Это PHP Net С его Документацией На русском И кусочками Кода Которые Можно Сразу Брать И И И И И И Раз На JavaScript Тоже Целый Вагон Разных Сайтов Которые Позволяют Показывать Сразу Готовый Пример Поскольку У нас Недавно Был Вебинар По JQuery И По JQuery UI Я Не могу Себе Отказать В удовольствии Не показать Вот эти Два Сайта Которые Посвящены Работе С JavaScript Правда Есть Маленький Нюанс JavaScript Работу С HTML На Странице 2 Это Первый Уровень Второй Уровень JavaScript У нас В центре А JQuery UI Это Уже Библиотека Написанная Тоже На JavaScript Для JavaScript Программистов Но Она Ускоряет Существенно Работу Поэтому Обычно Когда Кто-то На Работу Приходит В JavaScript У нас Спрашивают Вы JavaScript Знаете Подразумевая Понимаете Человек Основы JS Человек Да Я знаю Ну Тогда Садись И Будешь Работать На JQuery Говорят Ему Как Потому Что Владельцу Конторы Удобнее Когда Вы Работаете Быстро Но Понимаете Что Там Внутри Так Вот На этом Сайте Еще раз Вебинар Недавно Был по нему Вы можете Найти На Специалисте TV Это Видео Пожалуйста Открываем JQuery Открываем Например Какой-нибудь Красивый Плагин Не Могу Не Могу Его Не Показать Я В Него Влюбился Да Это Питер Календарик У Нас Сразу Появляется Готовый Календарик На Сайте Если Вы Например Подаете Какие-то Билеты Или Указываете Дату Доставки Товара У вас Моментально Она Форматируется Можно Ли Запрограммировать Вручную Да Если Знать Основу JS Можно Ли Быстро Применение Это Плагин Да Можно Как А Вот Он Весь Код Написан С Копипаст И Допишите Правильные Адреса HTTP И у Вас На Локальной Странице Это Заработает Так Что Есть Очень Много Сайтов Для Решения Стандартных Задач Я Недавно Завел Блог Буду Стараться Некоторые Вещи Писать Маленькая Рекламка Там Еще Не Очень Много Страничек HTML Lab Но Он Очень Существует Я Очень На Него Надеюсь Поэтому Если Будет Интересно Пишите Комментарии Я Постараюсь Некоторые Классические Примеры Стандартные Кинет Показывают Любовь Хорошо Хорошо Алексей Говорит Да Но Многие Отключают Поддержку JavaScript В Браузерах Отвечу На Это Очень Классным Примером Попробуйте Отключить Поддержку JavaScript В Браузере И Зайти На Крупный Сайт Любой Mail.ru Facebook Вконтакте Куда-нибудь Еще Вы Обнаружите Как у вас Этот сайт Сразу Скажет Вы Работаете В устаревшем Браузере Или Ваш JavaScript Отключен И Сразу Начнут Ругаться Поэтому Скажу Так Да Некоторые Отключают Поддержку JavaScript В Браузерах Но В последнее Время От этого Становится Только Хуже Потому Что Удобство Нарушается Работа И так Далее А Тогда Бывают Всякие Случаи Максим Уточняет AngularJS Это Дополнительная Технология Для JavaScript Для Серверных Решений Уважаемые Слушатели С JavaScript Почему Я его Прекламировал Беда Настоящая Библиотеки Растут Как Грибы Есть Библиотека JQuery Она Предназначена Для Работы С HTML Страницей Именно Для Работы С HTML Страницей А Есть Очень Большой Набор Библиотек Которые Предназначены Для Создания Одностраничных Сайтов Одностраничных Сайтов И Angular И AngularJS И Там Бэкбон Джессе И там Другие Библиотеки Они как раз Заточены На том Что Создавать Одностраничные Сайты И Их идея Заключается В том Что Они Работают Вот эти Angular Бэкбон На Клиенте Они Работают На Клиенте В Браузере Но Они Могут Быть Связаны С Серверным Джаваскриптом И Таким Образу У вас Вообще Весь Сайт Может Получиться Вообще На Целом Джаваскрипте Понятная Идея Но Сразу Хочу Сказать Это Очень Круто И Это Очень Очень Сложно Иногда Даже Настолько Что Надо Задуматься А Стоит Вам Это Применять Кстати Говоря А Кто Выбирает Делать Это Или Не Делать На Сайте Монжи Проекта Руководитель Проекта Иногда Архитектор Проекта Может Получиться Так Что Вы Сделаете Кому То Сайт На Angular JS Продадите Уйдете Заказ Завершится Уйдете Заказчик Скажет А Где Теперь Искать Разработчика На Angular А Сколько Он Будет Стоит А Может Стоит Очень Дорого Разработчики В итоге Все Наоборот Накроется Так Что Будьте Аккуратны Так Ну Кажется На Все Вопросы Ответил Двигаем Дальше Итак С Программированием Понятно Но Тут Еще Один Момент Программирование Это Классно Но Бывает Нужно Сделать Сайт Очень Быстро А Программист Ну Имеет Физические Ограничения Поэтому Иногда Некоторые Выбирают Делают Ставку На CMS CMS Это Система Управления Содержимом То есть Это Уже Готовые Наборы PHP JavaScript HTML HTML Что Еще CSS Что Еще Mime SQL Фрагментов Которые Работают В Одном Пакете Существует Очень Много CMS Ну Вот Так Вот Если Навскидку Посмотреть Какой Нибудь Сайт С Обзором Например CMS CMS Магазин Есть Неплохой Сайт На котором Содержится Небольшой Рейтинг CMS Сразу CMS Которые Существуют Вот Пожалуйста Открыл Каталог CMS Bitrix На первом Месте Одна Из Платных CMS Joomla Бесплатная WordPress ModX Drupal Вот Пожалуйста Топ 4 Топ 5 CMS Которые Пользуются Популярностью Соответственно Если Вы Хотите Разработать Сайт CMS То Вам Надо Понять На каком Уровне Вы Хотите Эти CMS Владить Если Вы Хотите Так Лишь Быстрее Сайт Был И Сильно Не Вникать Вам Достаточно Будет Знания Азов HTML И Можем Работать Если Вам Нужна Реализация Модулей Какой Хитрой Логики На Сайте Вам Придется Угадать И Сделать Что Не Только Изучить PHP JavaScript MySQL Но Еще Изучить Внутреннюю Структуру CMS Которые Соберетесь Работать А Это Уже Существенно Сложнее Именно Поэтому У нас Иногда Получаются Такие Ситуации Когда Человек Приходит На HTML Потом Идет На CMS А Потом Приходит Ко Мне На PHP Говорит Я Не Знал Я Не Знала Надо Теперь Изучать PHP И Начинается Повторный Роман Спрашивает Есть ли CMS На Которые JS Используется В качестве Северного Языка Роман На Прошлом Вебинаре У нас Такой Же Вопрос Задавал Поэтому Ответственно Заявляю Что Да Есть К сожалению Я Ответить Не Смогу Максим Задавал Отсюда Вопрос По CMS Помимо Популярных Некоторые Компании Используют Свою CMS Вопрос Эти Компании Брали За Основу Какую CMS А Потом Делали Ее Как Под Себя Или Как Чаще Всего Либо Они Брали Как CMS Или Как Два Варианта То Вариант Первый Я Владелец Компании Я Беру CMS Нанимаю Разработчика Или Сам Изучаю CMS И Создаю Сайты На основе CMS Все Подряд Вариант Два Я Создаю Какую Нибудь Железобетонную CMS Неповоротливую Но работающую Для всех Одинаково И Продаю Всем Свой Свой Продукт Минусы И Плюсы Очевидные Плюсы Своей CMS Часто Быстрее Можно Гибче Что То Сделать Если Если С Он устанет От жизни От работы Верстанчической В этом случае Кто будет Поддерживать Этот CMS Очень Большой Вопрос Поэтому Компании Есть Разные Некоторые Пишут Свою Некоторые Подключают Чужую Надо Каждый Раз Ответственное Решение Принимать Кто Будет Этим Заниматься И Дальше Оптимизация Размещения Материалов На Сайте Ну Во-первых Оптимизация Сайта Включает Себя Тестирование И Достижение Ситуации Когда Сайт Грузится Быстро Отображается Четко Без Каких Либо Проблем Но Есть Еще Понятие Оптимизации Поисковой Обычно Поисковой Оптимизацией Занимаются Специальные Люди Которых Называют SEOшники Search Engine Optimize Оптимизаторы Люди Которые Пишут Специальным Образом Тексты Изучают Специальным Образом Запросы Честно Говоря Эту Тему Немножечко Не перевариваю Потому что Часто В SEO Встречается Такая ситуация Встречаются Два SEOшника Один Говорит А Другой Говорит Б И Они Готовы Друг друга Побить За свою Правду Но В то же время Они Одинаково Правы Это Отдельная Тема Ей Надо Заниматься Тем Кто В этой Теме Крутится Они Зарабатывать Могут Много И Получать Большой Отклик От Того Что Сайт Будет Показываться В Более Верхних Позициях Чем Сайт Конкурента Как то Так Соответственно У нас Есть И Куча Курсов По Оси Оптимизации Я думаю Что Вы на досуге Их Обязательно Посмотрите Там Целый Лес На самом Деле И Курсы По Работе С Метриками Яндекс Где там Яндекс Яндекс Метрика Гугл Аналитикс Основные Статистические Скрипты И основу Продвижения И Продвижение За счет Рекламы Рекламных Компаний Яндекс Или Гугли Целый Огород Честно Говоря Все Собираюсь За это Взяться По Должности По Должности По Работе Не хватает Нетерпения Слушать Их Рассказы И Выкладки В общем Субъективно Не люблю Сел Сеошники Держитесь Сеошники И программисты Всегда любят Общаться Друг с другом Дальше Идет Дальше Идет Очень важный Этап Тестирования И внесения Корректировок Знаю точно Многие разработчики На этот этап Закрывают глаза И зря Потому что Когда сайт Выкладывается В сеть Сразу Выясняется Что Там где-то Написан Код Не так Там где-то Что-то Запрограммированное Может быть Не так Точно Или Допускает Ошибку Какую-то Поэтому Обязательно Сайт Надо тестировать В идеале В хороших Компаниях Есть Специальная Специальная Должность Это Тестировщик Программного Обеспечения И в том числе Он может Заниматься Тестированием Сайта Соответственно Есть тоже Курсы По этому всему Можно зайти Посмотреть Что будет Если Например Вы сайт Не тестировали Заказчик Начнет У вас Трипать Если В договоре Прописано Что вы Занимаетесь Поддержкой Вы будете Столько Исправлять Ошибки Сколько Он Там Пропишет Понятно Поэтому Обязательно Надо Проверить Сайт На доступность На отображение На скорость Загрузки На валидацию На программную Логику Что если Ваш покупатель Не Сначала Положит товар В корзину А потом Рассчитается Попытается Сначала Рассчитаться А потом Положить Товар В корзину Все Вопросы Должны Обязательно Про Э Ну И Напоследок Напоследок Значит Еще раз Для того Чтобы Создать По-настоящему Большой Хороший Сайт Должна Либо А Работать Команда Либо Б Вы должны Иметь Представление О каждом Из Озвученных Этапов Понятная идея Да Если вы пропускаете Какой-нибудь Этап Ну например Ну верстку Нельзя пропустить Разработка Концепции Сайта Или там Определение Требований Сайт Будет Готов Но Какая цель Ставилась Непонятно И вот Сайт Готов Клиентов Нету Там Непонятно Что там Получилось И так далее Зарисовка Из жизни Опять же Знакомый Мне человек Обращается Говорит Олег Кисей Срочно надо Заработать денег Чем я могу Помочь Какой бы мне Сайт разработать Создать какой-нибудь Проект Думал Думал Через время Я решил Создать Твиттер Для России Ну я Сдержался Сдержался Говорю А аналоги Есть Всегда надо Если создаем Какой-нибудь Стартап Или подобие Чего-то Надо уточнить Есть ли аналоги Он говорит Да нет Наверное Нету Аналогов Как же сам Твиттер И плюс Назвал ему Еще два варианта Про которых Никогда никто Не слышал Аналоги Твиттера В России Уже все есть А этот человек Который сказал Что будет писать Аналог Твиттера Мне присылает Там В группу Поддержки Выпускников Я вот тут Сверстал Див И что-то еще Джесса Не знает Концепции Нету Требований Нету Дизайна Нету Сразу пошла Верстка Естественно Все загнулось Сразу Через Пару дней После начала Работы Есть еще Важный момент У меня не Описано В презентации Пару пунктов Это запуск Проекта Это тоже Целое Большое мероприятие В котором Задействованы Все разработчики В том числе Менеджер проекта Это ответственный День Запустить Протестировать Посмотреть И поддержкой Обслуживания Работающего сайта Ну понятно Что поддержкой Обслуживанием Работающего сайта Занимается Кто? Разработчик Разработчик Программист Верстачек По каждому Соответствующему Направлению Там Сеошники И так далее И так далее И обычно Опять же В договоре С нашим клиентом Надо обязательно Чтобы это все было прописано Когда создается Первый сайт Наши слушатели Первых уровней Создают сайт Они испытывают Эйфорию И на эти мелочи Внимание не обращают А потом Когда выясняется Что заказчик Дергает каждый день Каждой неделе Каждый месяц Уже становится Как-то не по себе Надо сразу Это все Оговаривать Краткий конспект Нашего с вами Вебинара Доступен На страничке Блога Уважаемые слушатели Я надеюсь Что После нашего вебинара Возникнет куча вопросов Может быть сейчас Может быть потом Всем Всех прошу Оставлять все вопросы В комментариях К этой заметке Я постараюсь Ответить Если будут Какие-то новые Интересные темы Новых вебинаров Тоже соответственно Мы это дело С вами озвучим Также В презентации Указываются Ссылки на Основные Разделы Курсов Этапы Которых Мы сегодня С вами рассмотрели Презентацию Сайта Презентацию Вебинара Вот этот файл Можно найти на сайте J-Drupal Note 85 Это Совершенно старый Ну это уже еще один блок Который еще там По инерции Как-то доживает свое Там же есть Ссылка на сайт Специалисты На анонс Нашего курса И тут же Будет через время Я надеюсь Через неделю Запись Текущего занятия Так что Если вдруг Вы захотите Придраться К моим словам Или показать Этот вебинар Кому-нибудь Знакомых Самый момент Вот сюда Зайти И посмотреть Вообще Ссылка на Чтмолаб Если нужно Я размещу Ссылка на Чтмолаб Ссылка Да нет Это больше Как анонс Нет Я не планирую Сюда делать ссылку Не совсем Хочу Чтобы Чтмолаб Ссылался Опять же Там Всякие Хитрости С Постижением Сева Вы догадались Да Вот Поэтому Пишите Сообщайте Спрашивайте Ну и я жду Вопросов Есть ли у нас Вопросы Какими минимальными знаниями Должен обладать Тестировщик Елена Я очень Благодарен За этот вопрос Потому что В последнее время С проблемой Тестирования Постоянно Сталкиваются Ведь в идеале В идеале Тестировщик Должен Обладать Представлением О процессе Тестирования Тестирование Открываю Курс Посвященный Тестированию Программного Обеспечения А вот Прямо Забираетесь Вот сюда И Просматриваете Подробно Темки Которые Могут быть Задействованы Тестировщик Программного Обеспечения Хотя бы Начать С первого Уровня Читаем Открываем Смотрим Зачем Как Почему Какие Стандарты Какие Требования Анализ Требований То о чем Сегодня Говорили Какие Документы Что такое Тест кейс Как они Должны Оформлены Сколько Их Должно Быть Как Выполняется Покрытие То есть Во первых Надо знать Терминологию Тестирования Во вторых Надо знать Процесс Как это Тестирование Проходит Тестирование Существует Несколько Разных Видов Одни Тесты Покрывают Например Программное Обеспечение Отдельные Тесты Пишутся Для Джаваскрипта Отдельные Пишутся Для PHP Отдельные Тесты На сайт Специалиста Откройте Программку И посмотрите Что есть Вот здесь Хорошо А так Вообще К сожалению Пока еще Не запущены Курсы У нас Таких Нету Есть Целая Отдельная Мощная Тематика Например У Джаваскрипта Есть JUnit Специальная Библиотека Которая Позволяет Писать Специальные Тесты На Джаваскрипте Для Большинства Разработчиков Она Никем Не Используется Начальный Средний Уровень Но в конторах Которых Джесс Это основной Конек Рабочий Или в конторах Которые пишут Проекты На заказ Документации Иногда ГОС Какие-то Заказы Обязательно Использование Таких вещей На курсе PHP Вот это Надо честно Признать Правда На четвертом Уровне Рассматривается Кратенько PHP Unite Это Тоже Тестирование Но уже Именно PHP Скриптов Итак Первое Это Основы Тестирования Второе По курсам По программе Специалиста Дополнительные Тестирование Дизайна Тестирование Поведения И потом В конце концов Тестирование Уже Каждых Конкретных Каких-то Там Технологий Как-то так Следующий вопрос Расскажите Про индексацию Сайта В поисковиках Скажите Про индексацию Сайта В поисковиках Уважаемые Слушатели Ну Немножечко Это не тема Нашего Вебинара Немножечко Не тема Нашего Вебинара Поэтому Я отвечу Конечно Вопрос Но Очень Кратко И сжато Общий Смысл Индексации Сайта В поисковиках Можно Приблизительно Описать Так Как работает Алгоритм Google А приблизительно Он работает Так Всем Страницам Которые Существуют В интернете Назначается Какой-то Условный Вес Ну Например Единичка Внимание Все цифры Условные От всего Буду отказываться Если меня будут цитировать Вот И потом Когда вес Назначен На каждую страничку В размере Единицы Начинает Просчитываться Кто на кого Ссылается Насколько Эта страничка Популярна И так далее Например Если там Страничка А Очень популярна И она ссылается На страничку Б То от этой Странички А Небольшой Ее вес 0,1 Отщипывается Передается На страничку Б Соответственно Когда Все эти веса Обозначились Пересчитались У Роботов Бугла Яндекса Поисковых Возникает Следующий вопрос Ага Веса Пересчитались А теперь С новыми весами Они же продолжают Все друг на друга Ссылаться Правильно Повторно Начинает Расчет Происходить И вот так Это происходит Много Много Раз Пока Какое-то Достигается Равновесное Состояние Ну Приблизительно Это было бы Как если бы Мы С вами Все слушатели Которые В аудитории И на Вебинаре Сейчас Находятся Решили Друг друга Советовать В качестве Дизайнеров Разработчиков И так далее Кто-то Получил Наибольшее Количество Голосов Кто-то Меньшее Соответственно Кто-то Получил Больше Количества Голосов Получил Большую Популярность И лучшие Поисковые Показатели И соответственно Они Они будут Иметь больше Работы Так что Приблизительно Как-то Вот так А еще раз Скажу Что Ну Север Это не мое Основное Направление Поэтому К сожалению Глубже Даже И не хочется Забираться Задает вопрос Максим Версальщик должен Уметь работать В фотошоп И еще На Windows Без фотошопа Используются Другие программы И удобны ли они Ну Первая часть Версальщик должен Уметь работать В фотошоп Если Версальщик Начального уровня На уровне Первой Чтмл То не должен Вообще Но если Вы хотите Верстать страницу Для себя И для других На заказ То Это просто Категорически Надо уметь И знать Хотя бы Приблизительно Потому что Прислали вам Макет Что-то надо Подрезать Что-то Надо посмотреть Хотя бы На нативном уровне Что-то Надо сделать Максим Да Надо знать Дальше Следующий вопрос Задает Максим А на Linux Без фотошопа Используются Другие программы Конечно На Linux Есть вся линейка Программ Для работы С векторной графикой Для работы С растровой графикой Любовь подсказывает Есть GIMP Вместо фотошопа Точно Есть InScape Вместо иллюстратора Но На мой вкус Немножко Посидев на фотошопе И на иллюстраторе Перейти на GIMP И на InScape Может стать Большой проблемой Для меня Это стало Неразрешимой проблемой Несмотря на все удобства Я так и не смог Перейти На бесплатный софт И Вообще Не стал переходить Ни на какой Графический софт Потому что Все Верстка И кодинг Мое Дизайна SEO Это не мое Так что Там есть мнение Что они Отстают Бесплатные версии Есть мнение Подсказывают Наши слушатели Что отстают Бесплатные версии Я согласен Работа со слоями Что то еще Немножко Отстают Максим Прошит Кто и как Занимается Защитой сайтов От взлома Уважаемые слушатели Вообще то Есть специальные Опять же Люди Я не написал В этапах Но это обычно Программисты И это обычно Тестировщики А еще Есть такая Благородная Профессия Курсы По которой У нас тоже есть Этичный хакинг Я думаю что слышали Вы наверняка о них Если не слышали То самые дорогие Курсы специалисты Это пожалуй они Чтобы пройти Три курса Этичного хакинга Надо не только иметь Огромную круглую сумму денег Но еще в запасе Порядка 10-20 Курсов предварительных Так вот Именно эти Люди Которые пройдут Эти курсы Они чаще всего Выступают Именно В нашей конторе В вашей конторе В какой то студии Они тестируют Сайты на взлом Они защищают Свои сайты И так далее Как то так Максим спрашивает Какие возможности Для защиты сайтов Есть у непрофессионалов В этой области Программы Подключаемые скрипты Для защиты сайтов От взлома У непрофессионалов В этой сфере Есть Самое важное требование Понимание Предметной области С которой они работают Объясняю просто Пичпишник Он должен знать Что он пишет И понимать В какой среде Где он работает Почему Пичпи ходят легенды Про плохие сайты Потому что он легко учится Но Когда дело доходит до нюансов Те кто быстро Легко Чуть-чуть подучился Они допустят Серьезные проблемы Поэтому Во-первых Понимание Знания темы Во-первых А во-вторых Это Отслеживание новостей Например У меня есть Сайт Блог на вордпрессе Как раз тот самый HTML Что же я делаю Я просто периодически Слежу за новостями И постоянно делаю Апдейт всех плагинов Вордпресса И в то же время Слежу за новостями Взломали не взломали Какую версию Если вдруг взломали Да какой версии Надо обновиться Или что нужно в коде Внутри Изменить Чтобы Новая система взлома Не была доступна Поэтому Ответ такой Следим за новостями Обновляем софт Вникаем в тему Вот и все Так Отлично Елена Спрашивает Прошу про Сева И улыбается Я же сказал Должен ли оптимизатор Знать PHP Уважаемые слушатели У меня это очень Такой мощный вопрос И грустный На самом деле Оптимизатор Иногда Вынужден Немножко Чуть-чуть Знать Возможности PHP Чтобы знать Как нагрузить PHP Я недавно На курсе Познакомился С слушателем Который Замечательный SEOшник Просто Виртуоз Но с PHP Говорит у него С программистами Постоянная проблема Когда мы с ним Пообщались Я понял Почему У него проблемы С PHPшниками А у меня с SEOшниками Разобрались Мы Оказывается Часто Нельзя найти Общий язык И тут Сразу же Параллельно Возникает вопрос А PHPшник Должен от SEO С грустью Вам сообщаю Что если Не знать То понимать Основу SEO Продвижения PHPшник Должен Почему Берем PHPшника Даже хорошего Даже сертификации Говорим ему Задачу PHPшник Решает Но он не Учитывает Какой-то нюанс Который он Читает Неважным А для SEOшника Это супер Мега важная тема Ну вот элементарно Мне говорят Отправь Какие-нибудь параметры На страничку Индекс.php Я говорю Да пожалуйста Без проблем Там параметр Такой Name Равняется Alex Alex Ampersand Курс Курс Равняется SEO Вот с точки зрения PHP Да мне все равно Вот так это придет Или вот так Это придет Это одно и то же Самое интересное А SEOшник И там скажут Да это же разные Адреса Да это же Яндекс Или google Увидят Два разных адреса И начинаются проблемы Начинаются Взаиплом Непонимания Поэтому SEOшник должен Учитывать К сожалению Вот эти вот вещи. Ну, может быть, не так профессионально, как сам SEOшник, но представлять обязательно он мадок. Поэтому пообщался, пообщался и сделал вывод. Надо немножко знать. И Елена спрашивает, SEOшников все не любят, да? Не любят обычно SEOшников, которые говорят, что они SEOшники, а сами просто вовремя успевают снимать оплату со своих клиентов, а работу свою не делают. К сожалению, иногда трудно понять, кто перед нами. Настоящий, хороший или плохой SEOшник. И какие у него методы. Поэтому скажу так. Не всегда язык находят общие SEOшники и программисты, например. Но я не могу сказать, что SEOшников все не любят. Точно так же можно сказать, что программистов все не любят или бухгалтеров в компании, да? Максим спрашивает, можно ли узнать, Алексей, будет ли на HTML Lab список ваших предпочтений в плане инструментария? Может быть, статьи? Почему стоит пользоваться тем или иным фреймворком, плагином? Максим, я взял на заметку, если это интересно, то инструментарий, верстальщика и программиста я обязательно когда-нибудь опишу. Все, взял на заметку. Спасибо. Роман говорит. Именно это является бедой CMS. Разработчики CMS редко учитывают SEO. Роман, я всегда так думал до того, как этим сентябрем установил WordPress. После этого, я так не думаю, WordPress, конечно, не может пригодиться для работы с интернет-магазином чаще, но я сейчас просто в восторге от всей возможности WordPress и от того, что там уже реализовано. А так, конечно, я с вами согласен. Беда, беда, беда. Алексей говорит, о да, про инструменты вообще мало информации. Ну что ж, Алексей, я жду вопросов на сайте HTML Lab. Я жду встреч наших, уважаемые слушатели, на курсах, посвященных соответствующим технологиям в специалисте. Я жду вас на следующих вебинарах. Давайте постараться эти темы тоже раскрывать и охватывать. Хорошо? Я думаю, будет хорошо. Можно ссылку ваш на блог? На ваш блог? Конечно. Не на тот старый, а на тот блог, который посвящен HTML. HTML Lab.ru Вот я очень большие надежды в этот блог вкладываю. Я надеюсь, его дальше поддерживать, развивать. И я надеюсь, что там через время появятся не только заметки по HTML, по верстам, но еще и по JavaScript и другим технологиям. В общем, пока что вот такая структура красиво вырисовывается. Я напоминаю, что для тех слушателей, кто проходит у меня курсы по HTML, я в ВКонтакте создал группу vk.com.htmlab одноименную. Еще раз подчеркну, это группа для именно выпускников курса, поэтому просьба не обижаться. Для тех, кто не отучился на курсах HTML, там выпускники могут задавать вопросы и уточнять. А кто не выпускники, можно задавать вопросы прямо на сайте HTML Lab. Хорошо? Я надеюсь. В чат? Да, конечно. Сейчас я попробую в чат отправить. Вот так вот. Ну, я не вижу, отправилась или нет. По-моему, отправилась. Боже мой, слушатели. Кажется, поток вопросов истяк. Если можно взять вопрос у кого-то в аудитории или еще в чате. Прокомментируй только можно. Пожалуйста, можно прокомментируйте. Абсолютно верно. Очень классная фраза. Изучение околосмежных дисциплин. Сегодня у меня курс был по JavaScript. И мы со слушателем немножко заговорились на курсе JavaScript 1 о смежных дисциплинах. И я поделился. Я не веду курсы, например, по сетям. Но чувствую острую необходимость изучения некоторых курсов по сетям. Потому что мы работаем с вебом. Веб – это сеть. Все организуется через нее. Поэтому вынуждены мы обязательно что-то около наших тематик смежно изучать. Просто там как одна цель, чтобы люди могли говорить на одном языке. Друг понимает. Елена спрашивает. Ваши выпускники могут в ВК писать? Или других преподавателей тоже? Уважаемые слушатели. Я сразу хочу заметить, что после того, как вопросов стало очень много, в ВКонтакте, в группе поддержки, я перестал отвечать на вопросы в личку. К сожалению, времени не хватает. Поэтому создал группу именно для выпускников. В этой группе для выпускников уже есть в некоторых группах мои коллеги-преподаватели. Поэтому там отвечают на вопросы мои же выпускники, ваши коллеги. И некоторые преподаватели, которые успели добавиться, мы с ними тоже работаем. Поэтому пишите вопросы. Если вы еще не занимались на курсах у нас, то лучше писать их в чате или на сайте специалистов в форуме выпускников. Там тоже есть раздел. Анастасия спрашивает. Что заставляет разработчиков обращаться к программистам PHP, если полно готовых решений CMS? Анастасия, я отвечу на ваш вопрос. В сентябре месяц ко мне обращаются знакомые и говорят, напиши, пожалуйста, и описывают функционал, который, похоже, есть в разных CMS, но именно та логика, которая им нужна, она нигде не реализована. Все. Они пришли ко мне. Я беру их логику, реализую при помощи PHP на CMS. Готовый или самописный? Конечно, готовый и лучший для поддержки. Понятно, да? Реализация каких-то дополнительных решений, какой-то дополнительной логики. Ну, без этого никуда. Нет, стандартная ситуация еще такая может быть. Вы создали интернет-магазин, вы использовали супердвижок, но вдруг оказывается, что у этого интернет-магазина не работает в форум. Или работают очень плохо, или нет поддержки, там, быстро какое-то оставление комментариев и так далее. Что вам нужно делать? Либо обращаться к пичпичнику, либо искать модуль. Кто пишет модули? Те же самые пичпичники, владеющие внутренней структурой этой CMS. Вот такой ответ. Поэтому приходится часто обращаться именно к самому языку. Уважаемые слушатели, я хочу всех поблагодарить за вопросы. Я очень надеюсь, что этот вебинар потом еще посмотрят слушатели курса HTML первого, и PHP, и JavaScript, и HTML, чтобы не возникали такие вопросы, как вот я решил создать стартап, или там сайт, или интернет-магазин. Могу ли его сделать при помощи только знания HTML? Ну да, конечно, можете, просто он будет проигрывать по всем управлениям. Ну и давайте последние вопросы, наверное. Елена спрашивает, чем занимаются администраторы сайта? Ну, администрируют, администрируют, иногда занимаются учетками пользователей, иногда чистят комментарии, иногда совмещают свои должности с должностью контент-менеджера. То есть следят за сайтом, поддерживают их и так далее. Ну, разные бывают наборы ответственности и действий. Так что, очень общий вопрос, но очень общий ответ на него. Ну что ж, я всех благодарю за вопросы, жду их также на сайте HTML.Lap.ru. Спасибо, что вы нашли время и посетили этот вебинар. Пишите и предлагайте темы новых вебинаров, я буду стараться реагировать и отвечать на них. Всем спасибо, всего доброго и хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!